Мама, у меня есть сим-карты. Что? Что? Да, да. Прописки, да? Я не могу, я не могу. А что вы там, девчата, все хорошо у вас? Да. Как там лепешки, вкусные? Водитель нам супер попался. Вы в пакете покушаете лепешку? А где виноград? Вот лепешка с виноградом есть. Так, лепешки с детства. Вот такие вот, именно тоненькие. На воде? На воде, да. Едем мы уже в центры. Вот здесь самсук, вот тоже хорошее. Наверное, что не начали, да, делать? Да, да, направо. Если со стороны, оттуда направо, только у них до... Мы находимся на улице Кассирской. И наш добрый дяденька-таксист привез нас... Говорит, что самые вкусные чебуреки находятся здесь. Это без комментариев. Кто знает, тот знает. Пустые пока еще тандыры. Чебурек 5000 сум. Кофе 3000. В общем, пока мы доехали до Братта, наш водитель нам помог поменять деньги. Мы купили сим-карты, были на связи. И еще мы позавтракали. Вот такие вот люди живут в Узбекистане. Кофе. Такое. К таким чебурекам. Это Насальгия детства. А это что? Это горько? Это аджика? Да, аджика. Ну что ж, приятного аппетита. Ну и сколько здесь? О, смотрите. Не-не-не. Еще прямо. Это Дима, да? Да. Вот Тимур. Вот твой дом первый. Ударная. 55. А вот мы сейчас в Мехнаткяш. А что, уже другая улица по-другому? Да-да, сюда. Смотрите, уже другое название сделали. Вот это наша улица. Артурчик, Арианочка. Вот вы здесь бегали. Артур, помнишь, ты сбежал к бабе? Смотри, какая улица узкая. Бабе, как узко все, а? Здесь две машины никак не получаете, да? Нет, по месяцу. А подождите, дом какой? 144-й? Я уже забыла. 144-й, да. 144-й, да. 144-й, да. А это вот этот дом такой, смотрите, такой же и остался. Вряд ли. С такими же воротами, да? Да. То есть, какой вы бегали? А, вон что? Да, надо пешком пройти, а так вот машина. Смотри, сегодня тоже такой дом остался, такой же старенький. Смотри, какая улица узкая. 131. 141. Вот он, вот он наш дом. Где? Вот он, голубенький, голубенький. Не, вот этот, а вот этот оранжевый. 141. 141. 141. Дом Литвиновых, кажется. Он маленький остался, крохотный. Да, вау, точно, вот он. Ой, короче, глаза разбегаются. Ничего не узнать, ничего не узнать вообще. Сейчас такой, такой наркоман. Кого? Наркомана. Наркомана? Ну, просто у него такая кличка. Тотальна. Сейчас ты ее на бочке сделаешь. Палисадник, смотри, какие у них большие, широкие. Вот такой же остался. Вот этот дом. Такой же остался. А вот это я уже не помню, эти пристройки вы здесь. Этот сад был, Марина, помнишь? Детский сад. Нет, я вот это не помню уже. Вот эти застройки, пристройки я не помню. При нас этого не было. Вот детский садик. Сюрприз. Двадцатый, да? Детский садик ходила. Детский сад. Нет. Вот там дальше наш дом был. Свобода. Они бедные, уже замучились нас встречать. Бедные детки. Ждут. Приехали. Какой дом был? Вот этот, да? Вот Дима ка вышел. Сонный. Полночь, наверное, не спал. Детишки. Дима, ты только проснулся? Нет. Видимо, вообще, я тебя 15 лет не видела, представляешь, почти. Ты вообще изменился. Ударная улица. Ударная. Какая она казалась большой. Все изменилось, все перестроили, все достроили. Детский садик, в который мы ходили. Водитель же Шамсу Дин довез в целости и сохранности наши все машины, наши все чемоданы. Шамсу Дин, довезли, спасибо, все целое, мы так переживали. Чтобы на перевале наши чемоданы не слетели. Дима сказал, что будем здесь, не знаю. Как желаете вы вообще? Ну что ж, вот это вот улица Свобода, Озодлик. Там какие-то кусты. Цветус красивый. Это садик 20-й. Это улица Ударная бывшая. И мы идем на Свободу. Это улица Окса. Смотри, какой осторожный этот люк. Так, мы идем на улицы нашего детства. В общем, спокойно на эту улицу уже не походишь. Машина за машиной. Ага. Машина за машиной тут едут. Вот так вот машина за машиной. На столбах вот такие какие-то вывески. Гелям Ювиш с телефонами, такси. Когда мы уезжали, вот этот участок был полностью пустой. Сейчас он здесь застроенный. Вот это вот два дерева, да? Так и они остались здесь. Не снесли. И вот эта вот улица, бывшая Трудовая. Она же Мехнаткяш. А сейчас она... Где она какая-то другая? Сейчас уже по-другому называется. Узкая-приузкая, латаная-прилатаная. Да... Теплица там, смотри, какая-то. Теплицу сделали, хурма растет. Получается, участки распределили, наверное, да? Раньше казалось, как так долго, а сейчас так быстро доходим до всего. Такое все узкое, маленькое, короткое какое-то такое, да? Все так быстро. Вот когда мы уезжали, здесь была мусорка. Прям мусорка была. Да, Окса? Сейчас здесь сделали дорогу асфальтированную. Вон к тем квартирам. И вот этот вот дом многоэтажный. Там прошло наше детство. В этом доме мы жили. В общем, в этом доме мы жили на втором этаже. Вот здесь, за деревьями. Там наше детство прошло. А потом мы переехали там, за этими гаражным корпоративом. Наша школа 26-я, где мы учились. Здесь, на тот момент, когда мы были, свинарник был. Свиней кто-то держал на этом углу. Вот здесь дорогу проложили немножко асфальтированную. Это улица Тельмана была. Раньше, сейчас не знаю как называется. Сейчас все переименовали. Кругом рекламы. И, в общем, потихонечку приближаемся. Окса, куда мы приближаемся? В отчий дом. В отчий дом. Потихоньку. Вот это кусты наши. Это телом... С можно кусту meter. Энварий бомбардин, который. Это оставляю Альхин. А Беларусь очень красиво звучит? Красиво, красиво очень звучит. Красиво, красиво. Красиво, красиво. Красиво, красиво. Сколько всяких разных гостей и людей мы принимали, обслуживали и кормили. Сколько разных друзей, молодежные общения, готовили, пекли, угощали, общались. Наша мама умудрялась даже приводить в дом бомжей, чтобы их покормить. В 90-м году родители мамы и все ее братья и сестры выехали из Узбекистана. И наша семья осталась совершенно одна, без родных. Дети все выросли и стали потихоньку разлетаться из родного дома кто куда. Здесь я показываю моих деток. Мои пять старших детей родилось в Узбекистане. Это Арианочка, а это мамин последний сын Давид. Здесь Ариана с Алаксом. Внизу это Артурчик с левой стороны. Это Давидик. А совсем маленькая с ободком это Дианочка. Тургана, улица Кувасальская. Движение называется АТАС. А? Что, нормально? Нормально. Смотри, смотри, смотри. Вот это нормально, вот это, да? Вот это, смотри, это вообще вот это вот. Чуть-чуть не поцеловал. Ну как нет, Вимас? Чуть-чуть заранее там вози. У нас сиськи сейчас нет. Музыкальная школа на текстильном комбинате. Здесь мы останавливались. В школу шли музыкальную. Где эта остановка? Я помню, вот здесь останавливались. Так и осталась остановка здесь, или все переделали? Здесь есть остановка. И пешком туда. А, вот этот парк, да? Текстильный парк вот этот остался. Текстильный парк. Вот это, Памфилова? Памфилова. Бывшая Памфилова. Посмотри, какая это, Аксана. Смотрите, какая улица страшная стала. Она такая была. Вот здесь ничего не изменилось, да? Вот этот забор, помню. Вот этот забор. А вот это вообще дувал. Так и есть с крышей. А вот это, да, Тимуровский дом. А что, они перестроили там-там что-то, да? Вот дальше ждать. Стильный парк. Вот бараки, а? А где, ты говоришь, плов купим? А, плов забыл, я купил плов. Попраду поеду. А где, куда обратно? Так нормально. Спасибо. Это тоже отморни. Вот, но подразделение здесь повесит. Может, где-то наводим, мне кажется. Надо его прогладить, что ли, он помялся этот. Шов. Под пресс поставить. Шов. Это у нас там зэки делают, эти зэки. Не зэки, а эти реабилитанты. Это от Модеста, от тетя Нади. От тетя Нади на дочке. От тетя Нади, да? Насколько-то знает? Тетя Нади на дочку. Возьми это так вот, это Окса так вот. Ну, вот это просто открой, зиплак. Поставь, поставь на пол. Или потом просто подкравить себе вещи. Да, потом открой, да? Что себе, как они сами делают? Детские вещи? Вот, Дима, ты от тебя отмороны, я не уносил. Ну, померяйся, подойдет. На выход? Нет, в гараж пойти, просто как тапочки. Это как тапочки. Нет, как кистили. Это от Тимура. Ну, это как шлепки, знаешь, как такие. Сейчас модные такие у нас. Без пятки. Чуть большеватые, по-моему. Да, никто не видит на все. Это же как шлепки, это же не как туфли. Там, видишь, нету пятки. Для папы. Холбаски, мясо. Какой-то стиль-то для шкоры. Такое вот мясо, мясо. Говорят, что это шкоры, что-то не было у которого. Холбаски, мя-холбаски, мя-холбаски, мя-холбаски. Мя-холбаски, мя-холбаски, мя-холбаски. Это папе Диме, и папа потом Дима будет выдавать, как папа-папа. На следующий год это нам много, правда, нельзя. Это вот школу будешь давать. Поверь, просто подойдет, нет? Вообще другой стал, другой стал. Это от Тимура, это от Тимура. Да? Да. Вот это тоже от Тимура в сумке. Я не знаю, тебе надо такие сумки? Ну, я не бизнесмен. Не, ну ты пошел, паспортный стол, где ты кошелек держал, мы так и не поняли. В кармане? Друзья мои, это вторая часть о нашей поездке в Узбекистан. Для тех, кто вошел впервые на наш канал, найдите в плейлисте «Узбекистан» видео «Первая часть», чтобы вам было понятно, что к чему. Напомню, что мы родились и прожили некоторую часть в Узбекистане в городе Иргане и переехали в Америку, каждый в свое время. В Узбекистане у нас остался один наш братишка Дима, у которого скоро будет семь деток. Бог благословил его. Наш брат сейчас многоуважаемый и узнаваемый Дима Акя, уста. Позже в другом ролике я покажу вам, чем он занимается. Пользуясь случаем, я бы хотела попросить вас, друзья, чтобы вы не реагировали негативно на наши мнения, эмоции и высказывания. Ведь мы тоже здесь родились, выросли. Мы тоже очень много знаем, много слышали и много видели. Я не хочу, чтобы на нашем канале поднимались негативные темы о политике и о России. Мы в этом не имеем никакого участия или отношения. Мы родились в этой стране, и мы любим эту страну. И даже гордимся, что мы родились и выросли именно там. Так как наше воспитание и наш менталитет, он отличается от многих других. И я каждый раз говорю, что в каждой нации есть хорошие и плохие, добрые и злые. Побыв недельку в Узбекистане, мы много что увидели, заметили некоторые изменения, почувствовали недоброжелательность некоторых людей. Но мы решили, что это останется между нами. Ведь не стоит из-за двух-трёх человек перечеркивать тысячи доброжелательных, хороших и отзывчивых людей. Мы сейчас живём в такое время, что люди озлобляются, независимо, в какой стране он живёт и какой он нации. Мы ехали сюда с хорошим настроением и позитивом. И так же мы обратно уехали с хорошим настроением и с огромным желанием вновь вернуться в гости. Всем желаю мирного неба, добра и любви. Главное, чтобы мы были добрыми, а остальным Бог всем судья. Итак, это уже второе утро в Узбекистане. Ночь мы хорошо выспались и сразу же перестроились с ночи на день. Утро мы решили посетить кафе-трактир. Я была настолько удивлена от этого уютного, тёплого и комфортного места, от множества разновидностей комнатных растений. Каждая зона и стол имели свой отдельный стиль. Всё было очень красиво и по-домашнему. Людей почти не было, потому что мы пришли очень рано. У нас очень мало времени, и мы не хотели не терять ни минуты. Нам нужно очень много обойти и многое увидеть. Поэтому мы решили вставать пораньше и уходить из дома. Все мы заказали себе завтрак, который состоял из яиц. Это, наверное, единственный раз, когда мы на завтрак поели яйца, так как все мы знаем, что яйца очень полезно есть на завтрак. Я заказала омлет по-французски. Всё было очень вкусно. Оладьи и особенно сырники. И мы бегом побежали на базар. На базаре я немного стеснялась снимать или ещё что-то говорить на камеру, потому что я не знала, как отреагируют люди и продавцы. В первые дни мы, конечно, путались. Очень много всё изменилось, и мы многое не знали. Поэтому мы много что изучали и исследовали сами. Благо, что многие люди понимали русский язык. Но очень много людей его не понимали. Самые вкусные овощи и фрукты – это в Узбекистане. Гранаты и выжимают сок, свежевыжатый сок. Слежий. Хотите? Далил сок. Отлично. Далил два. Это айва. Посмотрите, какая она красивая. Вот так вот выглядит базар. Сверху. Вот. И мы сейчас заходим там, где все вот эти вот сухофрукты, орешки. Очень красиво. Миндаль. Вот изюм надо будет нам купить. Да? Хороший. Просто красота неимоверная. Посмотрите, сколько здесь всего. Каких только нету. Орешек, писташек. Миндаль закрытый. Изюм. Курага. Посмотрите, сколько здесь видов. Состочка очень вкусная. Греский орех. Здесь какие-то, наверное, эксклюзивные уже все по фрукте. Это базар тоже. Там фрукты, да? Да, да. Там фрукты. Корзины для лепешек. Это курага. Кто не знает, это сушеный урюк или абрикос. Потому что слово урюк, как я поняла, тоже многие не знают и даже не имеют представления, что такое урюк. Вот это разновидности разного сорта урюка. А сейчас это уже в сушеном виде. Это называется курага. Посмотрите, какая она. Очень-очень вкусная. Вот готовая ассорти. Посмотрите, как красиво все. Влечат, кто-то что-то пробует уже. Новидности финики. Смотрите, как их много. Это арахт в сахаре. Это арахт в сахаре. Это косточки урюковые. А это миндали. И посмотрите, сколько разновидностей миндаля. Влечат, это гораздо вкуснее, чем у нас. Ну, а это разный изюм. Вот, видишь, у них есть. Это, наверное, слива. А что вы еще порекомендуете вкусное у вас? Мы сейчас на хорошей позиции и идем вперед. Купили сейчас здесь составляем. Это все очень тяжело носить. Очень. Допустим, здесь 4 килограмма. Здесь уже все по килограмму. 2-2 килограмма. Очень тяжело. Вот сейчас мы оставим здесь. Сюда в камеру хранения поставим. Говорят, что Аллах все видит. Все хорошо будет. Посмотрите на эту красоту. Мы взяли курагу. Косточки урюковые для зрения. Такая выпечка красивая. Очень аппетитная. Раньше мы, когда жили, все это покупали. А вот эти вообще вкусненькие, да? Почем они? От 36. Внутри сгушенка есть. Орешки есть с орешками? Орешками. И вот здесь это узел и орешки есть. И вот эти вот. Пахлава орешками. А, да, да. Вот эти орешки. О, наполеончик. О, турецкие пахлава орешки. Вот эти очень вкусные. Как называется, забыли? Полтора за стюм. Нет, называется как? Нет, это чак-чак. Мы чак-чак-чак-чак-чак. Это настоящий чак-чак. О, эксклюзивный такой, да? Смотри, это такой хурмак, что ли, наверху? Ой, яблоки. Надо, знаете, вам дыни. А вот, смотрите, как много чак-чак. Добрый день, да. Да, базар. Узбекский базар. Все очень, конечно, красиво, вкусно, аппетитно. Смотри. Пчелки, видишь, там? Летают пчелочки. Значит, это все там вкусненько. Так. Базар вот такой вот. Корзины. Красивые вот. Такие бы корзины привезти с собой, да? Вот все. Лепешки печь. И так вот красиво. Когда я прихожу с лепешками. Даже когда с лепешками прихожу, так у нас красиво, что по-настоящему, по-узбекски. Такие такие поуже, с ручкой. Да. Когда выложить пять штук, там сколько-то есть. Ну, по шесть я пеку. Будет по шесть. Угу. Ну, я боюсь, что они поломаются. А они не поломаются, если вы. В таких мешках огромных продают рис. И плов шикарный будет. Какой-то желтый, рештанский лазер. Наверное, российские продукции. Масло, сыр, йогурты. Ну, тоже фруктовый базар. Виноград, гранаты. Это сейчас как раз сезон айвы. Клубника есть. Инжир. Ой, инжир. Ух ты, инжир. Малина. Инжир. Малина. Но малина сейчас сезон. А инжир, видишь, сохранился. А вот клубника. А вот такой виноград красивый. Тут вершки красивые. Да, да. Два сидя. Вот такой вот виноград. Это почем? Пятнадцатый. А как он называется? Тоже дамский пальчик? Нет? Черный дамский пальчик. Черный. Я первый раз вижу такой. Черный дамский пальчик. Белый дамский пальчик. Ризомет. Максимка вот хрустящий, белый. Твердый, хрустящий. И мерседес черный. Ну что ж, друзья. Пришло время, чтобы заканчивать видео. Так как оно уже стало длинным. Конечно же, будет продолжение. Хочу напомнить вам и мне. Дарите добро. И вам вернется вдвойне. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!